Песня «Елизаветинский крестный ход» Елизаветинский крестный ход проводится в день Тезаименитства Великой Княгини Елизаветы Федоровны, крещенной в честь Святой Праведной Елизаветы Палестинской, матери Иоанна Предтечи. Этот день начинается божественной литургии в Спасском храме села Усово, где один из пределов посвящен Святой Великой Княгине. Богослужение возглавляет настоятель храма Благочинной церкви Единцовского округа Архимандрит Нестор. В то же самое время литургия проходит и в Ильинском храме села Ильинское Красногорского района, где располагалось имение Великокняжеской четы Сергея Александровича Елизаветы Федоровны, и откуда отправляется крестный ход. Из Усово в Ильинское все участники доставляются на автобусах. Ровно в 12 часов торжественное молебное шествие вдвигается из Ильинского храма. Во главе алтарники с хоругвями, затем несут иконы Спасителя и святой преподобному ученицу Елизаветы Федоровны, за коими движется священство, певчие молодежный хор с Гребневского храма и все участники крестного хода. Безопасность шествия обеспечивают сотрудники полиции, медработники МЧС, что особенно важно при переправе на плотах через реку Москву. Именно так более 100 лет семья московского генерал-губернатора Сергея Александровича с домочадцами переправлялась из летнего имения Ильинское в зимнюю резиденцию Усова. Нынешняя переправа осуществляется под непрерывное чтение Акафиста святой преподобному ученицу Елизавете Федоровне. Браком сочеталось и с российским великим князем Сергием. Елизаветинский крестный ход с каждым годом объединяет все больше елизаветинцев, так называют себя, продолжателей дела Великой Княгини, дела бескорыстного служения ближнему. Среди крестоходцев жители нашего района, гости из Москвы, многих городов России и зарубежья. Игумение монастыря Марии Магдалины в Гефсимании, где покоится мощь и святой матушка Елизавета. Священники елизаветинских храмов, члены елизаветинских общин, сестричеств, писатели, историки, общественные деятели, изучающие и распространяющие данные о жизни и деяниях святой Елизаветы Федоровны и ее сподвижниках. Первый храм во имя Елизаветы Федоровны в Апалих, Красногорский район, он начинался у меня на кухне, была, можно сказать, первым старостом, стала ездить к мочам преподобной мученицы. А там открыла для себя императрицу Марию Александровну, которой и принадлежало имение Ильинское, которая с любовью растила восьмерых своих детей, на которую очень хотела быть похожа ее невестка, преподобной мученицы Елизаветы, у которой был любимый сын великий князь Сергей Александрович. В интересном ходе участвует впервые. Я очень надеюсь, что этот крестный ход поможет нам когда-нибудь в таком узком семейном кругу посетить храм Равноапостольной Марии Магдалины в Иерусалиме и приложиться к мощам Великой Княгини. Это не просто какая-то прогулка, это все-таки что-то значит. А что значит, можете сказать? Что это для вас значит? Ну, это, ну, как бы, ну, на душу становится легче. Ильинское и Усово были не просто местом проживания Романовых. Здесь они лечили, учили, спасали, благотворили. Крестный ход останавливается для молитвы у здания школы, основанной императрицей Марии Александровной. Отсюда до Спасского храма рукой подать. Всего Елизаветинский крестный ход преодолевает путь в 7 километров. На площади у Спасского храма совершается молебен святой преподобной мученицы. В своем пастырском слове архимандрит Нестор призывает верующих не только участием в крестном ходе чтить память Великой Княгини, но и следовать ее примеру служения Церкви, Богу и людям. Если каждый из вас вслед за ней будет делать хоть немного то, что она делала, поверьте, выполнится то, о чем говорил Господь. Свои нагорные проповеди и так-то видят люди ваши добрые дела и прославляет Отца, который есть на небесах. Мы очень рады, что приехали, нам очень все понравилось, очень укрепляет, помолились все вместе. Попросили Елизаветы Федоровны сил, чтобы продолжать наше служение, очень ответственное, очень радостное. Вернувшихся в Усово ожидает горячий обед, а в просветительском центре – открытие выставки «Императорское имение Ильинское Усово». Ольга Винтер, Одинцовское благочиние, телекомпания Одинцова.